Больше восьми десятков сортов представили садоводы-любители. Все плоды выращены на семейных фермах. Каждый из них имеет свой уникальный вкус. К примеру, один из сортов с оттенками шалфея, другой с нотками земляники или муската. Лучше выберут посетители выставки. Мне хочется крупной, ранней и красивой. Вот, например, байканур. Мне понравился. Сеня и король. Сладкие. Остальные красивые, но кисло-сладкие. На подобии киш-меша, без косточек. И это хоть и с косточкой, и он присистый, вкусный. Разнообразие сортов ввело в замешательство даже самых опытных виноградарей. Проконсультировать по уходу и выбрать самый сладкий сорт помогал казанцам Александр Зверев. Выращиванием винограда мужчина занимается больше 40 лет. Самые крупные ягоды на его участке весят больше 20 граммов. Перепелиное яйцо, оно 18 граммов. Это значительно больше, чем перепелиное яйцо. Вот это ягода. Проблема заключается в том, что вот сколько куст изначально весной дает количество гроздей, и мы хотим все их сохранить. Но так не бывает. Мы не в Крыму, солнца у нас не хватает. Поэтому нужно нормировать нагрузку. То есть убирать гроздья. Чтобы весной дерево быстро прижилось, необходимо заранее укоренить черенки и внести подкормку в почву, рассказывают эксперты. А чтобы во время заморозка всаженец не погиб, важно его вовремя укрыть. Минус 7 смертельная для лоза температура. Это ежедневный тяжелый физический труд. Ну, обрезку правильно делать, поливать, удобрять, любить. Я купил виноград кишмиш лучистый. Он мне понравился. Крупные ягоды и кисть большая. Специалисты советуют покупать сорта ранние и стрессоустойчивые. Тогда при правильном уходе вероятность гибели саженцев значительно снижается. А в конце лета плоды порадуют богатой палитрой вкусов.